Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па ПРЫЕП Первое, что я должен сказать, это наихуительнейшая игра Каждый день мучительного ожидания, которая оправдался с лихвой Я четверо суток не отлазил от компьютера Проснулся, сел, играешь Разве что, извините за бестактность, пасать, отходить, но это не считается Проснулся, 16 часов поиграл и пошёл спать И так 4 дня И знаете, это были замечательные 4 дня Если вдруг вы смотрите это видео с целью узнать А стоит ли мне покупать годовар или нет то живо закройте это сраное видео и идите ее покупать, потому что игра великолепная. Я огромный поклонник этой серии, я играл в абсолютно все части, в том числе даже на PSP. У PSP была целая эксклюзивная часть God of War, она называлась Цепи Олимпа, и господи, как же это было охерительно сидеть на задней парке в школе и играть в God of War. Господи, какая же PSP была охуенная. Я очень надеюсь, что коммерческий успех Nintendo смотивирует Sony не останавливаться в деле портативных приставок. Так вот, я как фанат серии, как старый олдфаг, да, вот такой старый пердун, я ответственно заявляю, что эта игра достойный наследник серии. Не без нюансов, конечно, но куда без них. Поскольку эту игру я уже успешно продал, у нас просто нет шансов ее теперь не купить. Второе, что я вам вынужден сказать, если вы будете играть на среднем или минимальном уровне сложности, вы безнадежно просрете эту игру. Так же, как ее просрали все без исключения, стримеры и многие ютуберы. Вы должны в первую очередь понимать, что God of War это слэшер, это геймплей. Чем сложнее уровень сложности, тем будет больше этого геймплея. Обычно в играх я ставлю максимальный уровень сложности, и игра превращается в некий челлендж. Кучу раз сдохнуть на пути к цели намного интереснее, чем дойти к ней без трудностей. Фаны серии Souls меня понимают. Я играл на предмаксимальном уровне сложности, вы спросите, а че не на боке войны, че, зассал что ли? Нет, при чем здесь зассал? Девто, да, я зассал. God of War всегда был непростой игрой, я хорошо помню God of War Ascension. Я прошел почти всю игру на максимальном уровне, и только на последней сцене испытания Архимеда ее нельзя было пройти. Локация была до невозможности сложная, комьюнити просто выло, разработчики даже патчи выпустили, которые нерфил мобов на этой сцене, но ни мне, ни другим это особо не помогло. Поэтому в этой части я рисковать не стал. Ну и на предмаксимальном уровне God of War очень сложная игра, и я говорю сейчас не про головоломки, их в игре, считайте, кстати, и не было, в чем огромное разочарование. Традиционно в God of War все это жесткое месило прерывалось на части к другой разгадыванием какой-то головоломки. В этой части то, что можно было бы назвать головоломкой, я не нашел. Там было пару мест, где надо было что-то кинуть, передвинуть, но это не головоломки, это хуйня какая-то. Таковы современные тенденции игры индустрии, а казуаливают, чтобы дебилы не сталкивались в игре с проблемами, иначе больше игру не купят, потому что сложно. Тем не менее, мобы очень сильные, они максимально тебе противодействуют, они знают, как отступать, они знают, как парировать. Они в целом не будут стоять кучкой, когда ты будешь бить одного из них и ждать такие, эээ, как в Ассасине, например, они будут тебя бить все сразу. По количеству смертей, по моим личным ощущениям, что в Bloodborne, что в Dark Souls, я умирал меньше. В игре у нас появился пиздюк, и вопреки всем критикам, лично я его лишним не считаю. Во-первых, это нетипичный ребенок, которого вы представляете, он не будет у вас спросить, папа, купи айфон, или пойду в танки поиграю, это нормально, ребенок, и он вам помогает. У него есть лук, который вы можете управлять, указать куда-то стрельнуть, он стрельнет и, например, прервет важную атаку у соперника. Он в состоянии принимать самостоятельные решения, и иногда он ну очень помогает. Большинство драк у меня выглядит следующим образом, пиздюка я пускаю в расход, а сам кидаю со стороны топориком. Я хуёвый отец. Система компаньона прямо как в Last of Us, только даже лучше. Этот компаньон тебе помогает, а на то вот и просто дрочил. Пиздюка еще, кстати, можно прокачивать. В игре, кстати, да, в целом появилась очень серьезная прокачка, но это все геймплей. Но помимо геймплейного разнообразия и пользы, пиздюк привнес в игру чувственность и сентиментальность. Кстати, многие боялись, что Кратос из сурового, лысого, перенасыщенного тестостеронами и ненавистью зверя превратится в сопливую розовую размазню. Из-за ребенка, разумеется. Но на всех парах спешу сообщить, что это нихуя не так. Кратос только приумножил все то, что вы в нем любите. На фоне детской неопытности, любопытности, детской доброты и чувственности, Кратос еще сильнее показывает, какой он зверь. Пиздюк делает контраст. Контраст, который сильнее подсвечивает детали харизмы главного героя. Только на фоне пиздюка Кратос наконец-то оголяет душу. Благодаря пиздюку мы увидели все закоулки его характера. Кратос, в принципе, за все игры наконец-то начал разговаривать. До этого это была просто зверь-машина, одержимая ненавистью, и про ненависть только и говорила. Их взаимоотношения это что-то на уровне Элли и Джоэла, имея в виду то, с каким интересом ты наблюдаешь за рельсами их поведения. Это очень круто наблюдать, как Кратос капельно прививает свою монструозную харизму и такому юноше беззащитному, слабому. Это здорово. Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Ты со скрупулезом прислушиваешься к каждой фразе, сказанной Кратосом, и не зря проработка диалогов на очень достойном уровне. Он очень жестко и колко учит пиздюка жизни. Я бы вам целую нарезку перлов бы выдал, но это спойлеры, не буду, вы сами увидите. Сам Кратос постарел, пес спартанский, и определенно ему возраст пошел на пользу. Он очеловечился. В предыдущих частях Кратос и его личность преподносилась скорее как антигеройская. Это был зверь, который в угоду собственной корости готов уничтожать кого угодно, в том числе ни в чем не повинных людей. Неподконтрольный, агрессор и садист. Это ярость и ненависть в человеческом облике. В нем, в общем-то, ничего позитивного так-то не было. Он был хуевым человеком. Я знаю, он многим таким нравился, но здесь он мне все-таки нравится больше. Он все еще агрессивный, он все еще яростный, но уже есть хоть какие-то задатки доброты. Да, я сентиментальный аниметян, который хочет доброты и ласки. Минутка рекламной интеграции. Какие приятные вибрации, это чудесное чувство. God of War это слэшера. Слэшер это в первую очередь геймплей, и он здесь буквально идеальный. Конечно, нельзя раскидываться такими оценками идеально, идеального не существует. Но мне сложно представить, как можно было бы сделать его лучше. В сравнении с прошлыми частями, я не могу сказать, что игра ушла куда-то очень далеко. Но на фоне сегодняшних игр только Souls серия в состоянии хоть как-то конкурировать. Сила удара, ты ощущаешь урон, который наносишь. Во многом благодаря геймпаду и его вибрации. Немаловажную роль также в этом играет аудиосопровождение. Огромное количество визуальных эффектов, огни, лед, частицы, комбинации, щит. Все это в связке настолько охуенно, что когда заканчивается битва, ты такой выдыхаешь. Фух, бля. Разумеется, если играл на высоком уровне сложности, потому что на среднем и низком там в два клика все убивается. Это ощущение крайне трудно передать, но в игре почти нет оружия. Не то чтобы много комбинаций, но она не надоедает. Поскольку боевка это все-таки геймплей, давайте немножко о геймплее. Меня очень расстроило, что в этой части нельзя прыгать. Да, я понимаю, персонаж уже не тот возраст, но камон. Вместо того, чтобы весело запрыгнуть на препятствие, ты скучно подходишь и нажимаешь кружочек. Подкидываешь пиздюка, он тебе спускает цепку, по которой ты медленно забираешься. Охуеть, ты мне еще валерьянку из аптеки принеси и палку подай. Кратос еще не настолько старый. На самом деле, этому есть логическое объяснение, иначе бы пришлось прорабатывать намного больше участков локации. Сейчас игрок может попасть только туда, куда разрешили разработчики. Да, это линейность, и в God of War она присутствует в большом количестве. И это определенно плохо. Однажды там сверху я побываю, потому что там есть цепочка, но разработчик играет позже. И по такому принципу построена вся игра. Это очень неприятно, когда в таких играх тебе диктуют, как играть. В сравнении с прошлыми частями, в игре вообще нет квик-тайм-ивентов, хотя в старых частях они были очень важны и интересны. Здесь просто нажимаешь R3, и все, ты добиваешь босса, это максимум один раз кружочек нажать, и все. Следующее, что это за колхоз в игре 18-го года? Почему я не проваливаюсь в пропасть? Я хочу провалиться, да, я сдохну, но это будет наказание за мою невнимательность. Это настолько странно видеть в игре с настолько развитым геймплеем, что я не понимаю. Прошлые части запомнились уникальным расположением камеры. Мне лично она всегда нравилась. Не то чтобы сейчас плохо, я весь такой олдфак говноед. О, раньше было лучше. Не, нормально. Просто так-то я ощущал масштаб локации, все было как-то свободнее, не приплюснутей, как сейчас. У меня первые две ассоциации с God of Warом, это отдаленная камера и даблджампы. И они лишили нас самого дорогого. Но, возможно, это было и к лучшему. Зачастую геймеры оторгают новые и хорошие в угоду старому и плохому, лишь потому что они к этому привыкли. Только вот убирать даблджампы, это реальная ошибка, это откровенный регресс геймплея. Сука, как же прикольно было не уныло бегать, а прыгать, запрыгивать на препятствия, а не подходить наживать кружочек. Что за хуня получилась? Вы меня извините, но это полнейшая хуня, когда бог войны не может перепрыгнуть сродный скопоребрик. Он должен подойти, нажать нолик, и только так он его перепрыгнет. Нет, вы запрыгнуть, он будет ползти, а на него еще личуха приклеится, как кенгуру к мамаши, блин. Что за пиздец? Мне нравится, что игра старается идти в ногу с трендами, присущие многим современным играм RPG элементы теперь есть и здесь. Это интересно, это мотивирует тебя собирать всякое дерьмо, разбросанное по карте, чтобы что-нибудь купить, или что-нибудь скрафтить, или прокачать какой-нибудь навык. Игра обязана уметь тебя завлекать, и у God of War это получается успешно. И прокачка в игре добавлена далеко не для галочки, она глубокая и сложная. Невероятно интереснейшие сайдквесты подарят вам еще множество дополнительных часов геймплея. При условии нормального уровня сложности, если не спидранить, то God of War это игра на 30-40 часов не меньше, и это очень хороший результат. У игры успешно получается активно тебя держать в тонусе, либо это нескончаемые боевки, либо это появление новых квестовых персонажей, либо это прокачка, она может и будет тебя удивлять постоянно. В хороших играх про графику говоришь в самую последнюю очередь. Я специально проходил игру на обычной PS4, не про, и графончик, как вы видите, достойный. В понятие графики входят такие компоненты, как само качество картинки, так и визуал игры, который очень многие хвалят. Да, он здоровский, красивый, но лично у меня восторга абсолютно никого не было. Мне как-то не очень нравится вся эта скандинавская мифология, все эти феи, эльфы. Да, это прикольно, это круто, красиво, но старые части мне как-то были ближе. Окружающая среда в прошлых частях, она была как-то более аутентична, она сильнее подходила под характер и харизму героя. В игре было критически мало грандиозных архитектурных сооружений, игра создает ощущение тесной и маленькой, для Good War это плохо. Даже самые старые из частей всегда поражались своей монструозностью и размером, а здесь с этим как-то поскромнее. Вообще, в целом, технически игра идеальна, багов нет. В Good War их никогда особо-то и не было, 1-2 за игру, но такие, блядь, что ты на стену лез от боли. Невидимые стеночки, дисбалансные мобы, слава богу, в этой... да другому богу, в этой части все хорошо. Фреймрейт идеальный, он показывает, что при правильных руках, при умении работать с железом, даже настолько красивая игра может хорошо работать. Вообще, никаких проседов не было, уж поверьте, временами здесь сцены ну крайне динамичные, это еще обычная PS4, даже не прошка. Именно поэтому я уверен, что в этом году не покажут PlayStation 5, у это еще куча порохов-пороховница. Я обязательно запишу про это видос, и, наверное, он будет даже следующим. God of War 4, да, это именно четвертая часть, почему-то никто не использует нумерацию, прям как с планшетами от Apple. Это пример того, как выглядят игры, когда их не делают коммерциализированные пидорасы, которые рассматривают игровую индустрию исключительно как способ заработка. И вы понимаете, о каких издателях я говорю. God of War это игра, которая делалась не в спешке, чтобы успеть к финансовому кварталу. Игра делалась вдохновленными идеей, людьми, а не просто специалистами, которые за бабки сидят в студии. Вот понимаете, я чувствую, что когда в Санта-Моника студия заканчивался рабочий день, они оставались дорабатывать. Стоит ли мне говорить, работники каких студий даже до конца дня не дорабатывают? Современный геймдев уж слишком завязан на деньгах, но в этом есть кое-что хорошее, например DLC. Раньше выходила крутая игра, ты ее проходишь и все, а теперь мы можем надеяться на продолжение. И я уверен, оно будет, потому что сюжет с нераскрытым концом. Я, кстати, про сюжет вообще ничего не говорил, не зря, не дай бог какой-то спойлер. На этом у меня все, игра охуенная, покупайте, ссылочка в описании, деньги отработал за рекламу, е-пока. Субтитры сделал DimaTorzok